Друзья, всем привет! Меня зовут Филин Максим, а это французский бульдог Марсель. И в этом видео мы обсудим, кого лучше заводить, мальчика или девочку. Вы, наверное, подумали, что раз у нас французский бульдог мальчик, то я вам буду говорить, что мальчика заводить лучше. Но на самом деле до Марселя у нас была француженка девочка, и поэтому мне есть с чем сравнивать. Лично мое мнение, что мальчики, они более шубутливые, они более озорные, они хуже слушаются, они чаще дерутся, чем девочки. Но здесь, как в каждом правиле, бывают, конечно же, исключения. У Марсика есть подружка Джина, которая постоянно волтузит Марсика, и в целом очень боевая девчонка, которая не дает себя в обиду, несмотря на то, что она меньше по габаритам, даже чем Марсик. Она весит там порядка 9 килограмм. Но я также часто встречал и французских бульдожек-девочек, которые просто идут по пятам за своей хозяйкой, и вообще в целом стараются с другими собаками не контактировать. Поэтому, говорю из своего личного опыта, вот сколько я видел, девочки, на мой взгляд, более спокойные. По крайней мере, все, что касается каких-то конфликтных ситуаций, они быстрее, если что, отдадут какую-нибудь палочку, либо игрушку. То есть они стараются так особо не драться, не кусаться, по мере, конечно же, возможности. Что касается проблем с уходом, то в целом примерно 50 на 50 одинаково, что мальчики, что девочки. За ними нужно ухаживать, нужно протирать нос, нужно чистить уши, нужно стричь ногти. То есть здесь по уходу никакой разницы абсолютно нет. Что касается домашних условий, то также обычно, когда хозяин уходит из дома, французы спят, если у них с психикой все в порядке. Ну а когда они еще в подростковом возрасте, то они, конечно же, более активны и постоянно интересуются все, что в доме происходит. Что касается кастрации и стерилизации. Мальчики намного лучше переносят эту процедуру. И буквально на следующий день у вас собака уже бегает, резвится, как ни в чем не бывало. Единственное, нужно быть аккуратнее со швами, чтобы там все зажило. Необходимо порядка 10 дней, чтобы ездить, снимать швы. Что касается стерилизации девочки, то там немножко посложнее. Есть такая информация, что девочки не очень хорошо переносят наркоз. Поэтому нужно обязательно консультироваться со своим ветеринаром. Но если операцию не делать, то имейте в виду, если мальчика не кастрировать, то он начнет со всеми драться. Он начнет бегать за девчонками, когда по весне, когда течка у кого-то будет рядом у какой-нибудь собаки в вашем подъезде или доме. А если вы хозяин девочки, то за вашей девочкой будут водить хороводы. И вы будете гулять вокруг дома по 100 метров зад-вперед и никуда особо не пойдете. Поэтому что там, что там не особо удобно. Марсик кастрирован, поэтому у нас таких проблем нету. Он практически не конфликтный пес. Но свою веселость и жизнерадность он совершенно не потерял. Также у Марсика есть подружка Джина. Она стерилизована. И там тоже никаких проблем нету. То есть собака нормально слушается, хорошо гуляет. И с ней все в порядке. Поэтому если такую операцию не проводить, то имейте в виду, с девочкой намного сложнее. Потому что у нее течка. Это значит, что ей нужно будет покупать прокладки. Ей нужно будет покупать трусы. То есть все будет постоянно вот в этом деле грязное. Вот с мальчиком, конечно, таких проблем нету. То есть у него нету никакой течки. Поэтому он живет, как жил своей собачьей жизнью. Вот имейте в виду. В этом как раз, наверное, ключевая разница мальчиков и девочек и состоит. Что касается каких-то психологических моментов, то я за себя, конечно же, буду говорить. То мне с мальчиками комфортнее. То есть у меня есть друг, с которым я могу поговорить, с которого я могу поругать. И если бы на месте Марсика была бы девочка, то мне было бы как-то некомфортно девочку как-то обидеть или еще что-то. А так мы с Марсиком на одной волне. Два парня мы друг друга всегда понимаем. Поэтому мне кажется, что мужчине лучше, наверное, мальчика заводить как такого друга. А девочке, наверное, можно заводить девочку как подружку. То есть вот чисто на таком ментальном уровне, мне кажется, так это работает. Но в целом здесь, опять же, выбирать вам ничего такого нету, если мужчина себе заводит девочку, либо женщина заводит себе мальчика. У Марсика много также друзей французов и у них есть хозяйки девочки. То есть здесь выбирать сугубо вам. Вот это были мои мысли. Напишите обязательно в комментариях, кого вы предпочитаете, мальчиков или девочек, какие видите вы трудности в уходе за ними. А мы с Марсиком пойдем готовить для вас следующее видео. Продолжение следует...